Сейчас Нефтьюганск переживает самый тяжелый период за все время пандемии. Летом, казалось, заболеваемость достигла пика. Хуже уже не будет. Но осенью поняли, что ошибались. Сейчас реанимации переполнены, как никогда. Так получилось, что в экстремальных условиях врачи прошли незапланированный, но эффективный мастер-класс. Мы в нашей больнице, я скажу, относительно быстро нашли методику неинвазивной вентиляции, в том числе, которая очень хорошо помогает. Потом появились уже какие-то препараты, которые улучшали выживаемость, повышали, улучшали самочувствие пациентов. Больше стали общаться между собой коллеги, консультироваться с Сургутом, с Хантамансийском. Андрей Егоров работает в реанимации в красной зоне. Вход туда только в герметичном костюме, скафандре и перчатках, что исключает проникновение вируса в дыхательные пути. И вот так заходим мы в палаты, занимаемся с пациентами, после чего выходим с палат, полностью обрабатываемся и снимаем эти костюмы и отдаем обеззараживание. Как и где мог просочиться вирус, Андрей Александрович не знает. Полтора месяца назад у него поднялась температура, вкус стал искаженный, появилась отдышка. Компьютерная томография показала, 25-процентную двухстороннюю пневмонию. Анализ крови подтвердил COVID-19. При коронавирусной инфекции, когда начинаешь заболевать, очень сильная головная боль в течение первых несколько суток, которая несравнима ни с какой болью при ОРВИ. То есть голову как будто сдавливает в тиски, тем более в вечернее время. И общая слабость, разбитость, даже если температура не сильно высокая, но это присутствует. Спустя три недели после выздоровления ему позвонили со станции переливания крови и как переболевшему предложили сдать антиковидную плазму. Андрей Егоров согласился, не раздумывая. Как донор я всегда хожу с чувством какой-то гордости, что помогаю людям. А тут, видя тех тяжелых больных, которые лежат на неинвазивной вентиляции легких, которым мало что помогает. А антиковидная плазма, если ее будет у нас в довольстве, мы можем увеличивать гемотрансфузии людям и это будет хорошо. Заразиться повторно, говорит Егоров, вполне реально. И в этом случае болезнь будет протекать еще тяжелее. Поэтому он просит нефтеюганцев не пренебрегать масками, антисептиками и стараться избегать большого скопления людей. Тем более впереди Новый год и встречать его гораздо приятнее. Не на больничной койке, а в кругу друзей и близких.